Воздушная операция Израиля в Сирии завершена. Уничтожены десятки объектов, которые принадлежали иранским военным. Это была крупнейшая атака за последние 40 лет. Все детали знает Сергей Ауслендер. Название для операции выбрали со смыслом. Карточный домик. Крупнейший воздушный налет с 1974 года. Самолеты шли несколькими волнами, уничтожая базы и опорные пункты, склады оружия и ракетные установки. Бомбили инфраструктуру, созданную Ираном на территории Сирии за годы гражданской войны. Это было, по сути, предупреждение Тегерану не приближаться к границам Израиля. Накануне иранцы обстреляли израильский север реактивными снарядами, давая Иерусалиму очевидный повод к началу войны. Почему была такая массированная атака? Потому что это была первая, по-настоящему, прямая атака Ирана против Израиля, вооруженными ракетами, силами. И это по-настоящему казус Белли любой страны. Представьте себе любую страну, если другая сторона стреляет по ней ракетами. То, естественно, необходимо показать другой стороне, что Израиль это не может терпеть. Сирийская ПВО на налет отреагировала, открыв огонь по атакующим самолетам. Летчики тут же разбомбили все стрелявшие батареи. Под удар попал даже комплекс «Панцирь» российского производства, но с сирийским экипажем. Вот кадры, как ракета «Спайк» поражает считающийся неуязвимым комплекс. У меня есть сообщение для Асада. Избавьтесь от иранцев, избавьтесь от их вооруженных сил. Они не помогают вам, они только вредят. И их присутствие только вызовет проблемы и урон. Одновременно на границе с сектором газа резко обострилась обстановка. Военные обнаружили боевой тоннель «Хамас», который почти на километр углубился на израильскую территорию. Подземный ход уничтожили ударом с воздуха. Возле газа уже больше месяца продолжаются акции палестинцев, так называемые марши возвращения. От протестов и лозунгов их участники постепенно перешли к террору. Они запускают воздушных змеев с коктейлями Молотова и поджигают вокруг газа леса и поля. Но самый неприятный инцидент произошел минувшей ночью, когда арабы сожгли терминал, через который в сектор поступало большинство гуманитарных грузов. Работа КПП прекращена до его восстановления. За многие десятки лет для Иерусалима не было более выгодной внешнеполитической конъюнктуры. Выход США из иранской сделки. Откровенное нежелание Трампа участвовать в урегулировании палестинского конфликта. Все это буквально развязало Израилю руки. Но здесь прекрасно понимают, что такое положение дел не сохранится вечно, поэтому стремятся максимально обезопасить свои границы. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканал Интер.